16 улиц и несколько метров в горку пешком через частный двор жилого дома. Ежедневно юные жители микрорайона Кайт-Пас-1 вынуждены проходить тернистый путь к знаниям. Еще два года назад школьников развозил автобус. Теперь до школы они добираются сами. Впереди холода, потому ученики просят выделить им общественный транспорт. На этой лестнице зимой скользко. В холода неудобно добираться. Иногда опаздываем. Зимой бывает, что автобусы не останавливаются, а если останавливаются, то уже переполненные. Инициативу детей поддерживают взрослые. Несмотря на то, что до 72-й школы ходят 4 городских маршрута, а 4-й, 40-й, 14-й и 89-й, не у всех родителей есть возможность ежедневно пользоваться общественным транспортом. Во многих семьях сразу несколько учеников. У нас до школы 4 километра. Дети мучаются. Пешком идти холодно. Вечером возвращаться тяжело, так как нет транспорта. В городском отделе образования об этой проблеме знают, но уверяют, что по закону бесплатный транспорт положен лишь жителям отдаленных районов, когда путь от школы до дома составляет не менее 3 километров. К тому же на Кайт-Пасе есть еще одна школа номер 58, куда часть детей относится по месту жительства. Автобус, который целый год развозил детей за счет государства по домам, оказывается, был лишь временной мерой. Два года тому назад был организован подвоз в 52-ю школу. Тогда у нас на базе 58-й школы у нас был капитальный ремонт. Дополнительный капитальный ремонт. Плюс шло строительство на 600 мест. После завершения строительства 58-й школы приостановили подвоз, потому что эти дети должны ходить в 58-ю школу. По закону мы должны организовать подвоз, если в этом микрорайоне или в этом местности, если нет школ, абсолютно, если школ нет, расстояние составляет больше 3 километров. Только тогда мы имеем право организовать. Но этот школ не подлежит, потому что туда ходят 4 маршрутных автобусов. Всего в городе подвозка от школы до дома обеспечено 11 учебных заведений. Специально на эти цели из бюджета было выделено 22 миллиона 292 тысячи тенге. Это школы в микрорайонах Курсай, Туран, Актас, Айколь и Турландской экспедиции. Просьбу обеспечить бесплатным транспортом юных жителей микрорайона Кайт-Пас-1 сейчас рассматривают в городском Экимате. Но если и там не помогут, дети и родители намерены добиваться, чтобы им выделили транспорт в вышестоящих инстанциях. Они уже записали видеообращение властям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...